В Тверской области началась подготовка ко Всемирному дню чистоты. Ежегодно праздник отмечается 19 сентября. По традиции в этот день по всей планете проходят тематические акции и мероприятия, главная цель которых – сделать планету чище. В Верхней Волжье к этой дате приурочены массовые субботники. Один из них пройдет в поселке Черногубово. Из населенного пункта материал нашего корреспондента. Екатерина Афанасьева – одна из тех людей, которых принято называть неравнодушными гражданами. За убранные окрестные леса, чистые берега и поляны, и отсутствие мусора там, где местные привыкли отдыхать и прогуливаться, жители Черногубовского сельского поселения во многом должны быть благодарны именно этой женщине. Вот уже третий год подряд, во Всемирный день чистоты, Екатерина вместе с единомышленниками выходит на уборку территории. Как рассказывает активистка, места, где она убиралась раньше, остаются чистыми по сей день. Создались такие островки чистоты. И я могу сказать, что уже пройдена та точка, что уже больше чистых мест, чем замусоренных. И осталось совсем немножко, осталось совсем чуть-чуть убраться, и тогда чистота победит. Выйдет на уборку Екатерина и в этом году. Место уже определено вот этот пятачок на окраине деревни Труд. По словам Екатерины, это последний участок, где можно наблюдать, по сути, несанкционированную свалку. Приглашаю всем присоединиться, и все вместе мы сможем убрать эту свалку. Деревня Труд в Черногубовском сельском поселении станет лишь одной из более сотни точек, которые выбраны для уборки в рамках Всемирного дня чистоты Верхней Волжье. Массовые субботники проекта «Сделаем» будут проходить в целом ряде районов Тверской области, Калининском, Ржевском, Торжокском и других. По словам организаторов, цель проекта 5% от населения деревни, города, области, страны и мира в целом. И тогда, рассказывают эко-активисты, планета точно станет чище. Локальная цифра — это 63 тысячи человек. Это в Тверской области. К сожалению, за прошлые годы мы этой цифры не достигли, потому что мы только начинали. Но на наши уборки уже выходило свыше 10 тысяч человек. То есть эту акцию очень хорошо поддерживает общественность. Поддерживает акцию «Сделаем» и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как рассказывают в компании «Тверь спецавтохозяйства», каждый год они снабжают участников субботников всем необходимым для уборки, а также вывозят весь мусор, который был собран в ходе мероприятия. Общественники предоставят точки сбора мусора. Если где-то на этих точках, например, в городе уже установлены контейнерные площадки, тогда можно будет использовать их. Естественно, у нас эти контейнерные площадки будут под пристальным вниманием, потому что на них будет дополнительная нагрузка в связи с тем, что туда пойдут отходы от субботника. И синие и зеленые контейнеры можно будет раздельный сбор производить. Принять участие в акции «Сделаем» может любой желающий. Для этого достаточно узнать у организаторов ближайшее к вашему дому место уборки и выйти во Всемирный день чистоты на субботник. Чем больше участников, говорят экоактивисты, тем чище планета.